Всем привет, с вами канал Костер Продакшн. Я хотел бы поделиться впечатлениями по поводу одного российского сериала, который нам подарил 2018 год. Называется он «Лучше чем люди». И сразу хочу сказать, что я не критик, а лишь простой зритель. И это только мое мнение. Начнем! Про сериал я узнал, как ни странно, из телевизора, где я услышал, что данное творение, которое показывают на отечественном видеосервисе Start, купил популярный в мире сервис Netflix, который ранее уже приобретал наши сериалы, такие как «Метод», «Троцкий» и «Мажор». Но в отличие от них, «Лучше чем люди» озвучат на 25 языков, а не просто пустят субтитры, как это сделали с вышесказанными сериалами. И на фоне этой новости никто толком и нигде, в том числе и на ютубе, никак не прокомментировал качество этого сериала. И мне захотелось, посмотрев первые 8 серий, высказать свое личное мнение. Сериал «Лучше чем люди» нам рассказывает о недалеком будущем, где частью нашей жизни стали роботы. Ну или, как их называют, боты, которые исполняют роль прислуги, помощников, ну или удовлетворяют сексуальные потребности. Мы подобное уже видели много раз в фантастических фильмах. В недавнем сериале «Мир Дикого Запада», а также в прошлогоднем эксклюзиве PlayStation 4 «Detroit Become Human». Меня нельзя убить, я не живой. О сюжете сериала я говорить много не буду, просто вкратце скажу, как прототип робота будущего, который способен не просто помогать людям, но и также чувствовать и любить, убегает изданием могущественной компании «Кронос», по пути убивая рабочего. Находит семью, в которой, конечно же, не все гладко, и натыкается на них совершенно случайно и авторизует их, как своих хозяев. С этого, собственно, и стартует сюжет. Сериал визуально выглядит дорогим, но он и так не дешевый. Режиссировал его Андрей Джунковский, известный по неплохому сериалу «Сладкая жизнь». Все помешаны, а секси-то вообще ненормально. Нормально раз в полгода. Полностью погрузить и заинтересовать сериал меня сумел только с четвертой серии, так как до этого, несмотря на интересную идею, он все же был немного скучноват и не особо верилось в происходящее. Но вот после четвертой серии сериал захотелось досмотреть. Конечно же, в этой истории, и как в других фильмах про будущее и роботов, поднимаются такие вопросы, как не заменят ли боты в будущем людей, и не приведет ли это все технологичное будущее к банальному восстанию машин. Пошел в жопу, говнюк. Ну и, конечно же, в сериале есть некое сопротивление, которое пытается бороться. Надо бороться. Они проводят акции, направленные на то, чтобы прекратить производство ботов. Забавно было наблюдать за тем, как главные герои, живя в России, живут в просторных квартирах, которые больше напоминают иностранные сериалы. И нам не показывают простые многоквартирные дома. Может, конечно, в недалеком будущем их просто нет. Все выглядит так, как будто создатели очень хотели, чтобы сериал отлично заходил не только в Россию. И исключили медведей, балалайку и водку в виде кладбищ, которые будут в будущем выглядеть, как в голливудских фильмах. Или квартира следователя, как у одинокого мачо из того же Голливуда. Интересно, нам покажут, как выглядит в будущем провинция? Но не будем придираться, это все никак не портит сериал. И думаю, в глазах иностранного зрителя даже наоборот, немного изменит представление о нашей стране. И, конечно же, будем смотреть правде в глаза. Проект хоть и напоминает сериал «Мир Дикого Запада», но все же до его уровня он не дотягивает. И не потому, что там нет Энтони Хопкинса. Нет, это не так. Просто этот сериал более прост в сюжете, визуально намного проще, но все же по картинке смотрится очень солидно. Конечно, случись такая история в реале, вряд ли бы главные герои были бы так уж равнодушны к такому совершенному и привлекательному боту. И даже бы просто не кидали бы взгляды на такое красивое и идеальное создание. Я уже не говорю о чем-то более грязном. Ведь в семье есть парень-подросток, который обычно думает только об одном. А также взрослый мужик, который несколько лет в разводе. Георгий, я принесла тебе полотенце. Спасибо. Как прошла пробежка? Нормально. Давай проваливай, я сказал. Ну, конечно же, по сюжету главные герои не могут себя так вести и не страдают низменными желаниями, чем не брезгуют второстепенные персонажи. В сериале мне бросили с глаза несколько глупых сцен, которые сложно комментировать, не создав спойлеров. Ну, просто скажите, ушли бы вы от жены с двумя детьми только потому, что жена поговорила с кем-то ради того, чтобы вас вернули на работу. Но главный герой просто говорит, ты меня предала, потому что пошла к нему, не сказав мне. И уходит из дома. Как они вообще прожили вместе столько лет? По поводу актеров у меня претензий нет. Главную роль бота Арисы исполнила Паулина Андреева, известная по сериалу «Метод». Так что для многих иностранных пользователей Нетфликса она будет уже знакомой. Актриса действительно очень красивая и отлично вжилась в роль бота. Говорят, тридцаточка вам габанула. Я не думала, что вы это скажете. Ну и что вдруг не сказать? А вам сорок ведь? А это не мое дело. В целом, сериал мне понравился. Не шедевр, конечно, но я думаю, на твердую семерку точно покатит. Надеюсь, это творение ждет успех, и он будет пользоваться спросом во всем мире. Но все же, думаю, во втором сезоне создателям придется постараться гораздо сильнее. С вами был Виксай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok